В одном из прошлых видео я рассказывал об австрийском альпинисте Германе Буле, который взошел на гималайскую гору Нанго-Парбат один и без рюкзака, только с ледорубом и лыжными палками. В этом видео вы узнаете истории альпинистов, которые совершали свои восхождения в одиночку. Я не буду обсуждать здесь аспекты безопасности или давать оценки соло-восхождением. Скажу лишь, что я восхищаюсь мужеством, целеустремленностью и силой воли героев моего видео и всех альпинистов и путешественников-одиночек. Пауль Пройс Пауль Пройс родился в 1886 году в Австрии в еврейской семье. Отец Пройса преподавал ботанику в Венском университете, а мать была репетитором. Как и Герман Буль, в детстве Пройс был слабым и болезненным ребенком и даже был какое-то время парализован после полиомиелита. Чтобы укрепить здоровье сына, отец Пройса занимался с ним гимнастикой и походами по горам. Первое соло-восхождение в австрийских Альпах Пауль Пройс совершил уже в возрасте 11 лет. В 25 лет Пауль Пройс стал доктором наук. Он работал в Ботаническом институте в Мюнхене. Пройс прекрасно играл в шахматы, теннис, катался на коньках, владел английским, французским и итальянским языками. Когда у Пройса не хватало времени на поездки в горы, он тренировал навыки скалолазания на пропеллеях в Мюнхене, из-за чего у него были проблемы с полицией. В одном из прошлых видео я рассказывал о том, что многие технические приспособления, которыми мы до сих пор пользуемся в горах, появились в начале 20 века. Укороченный ледоруб, десятизубые кошки, скальный крюк, стальной альпинистский карабин и техника спуска по веревке. Пауль Пройс был современником всех этих изобретений, но он считал технические новинки жульничеством. Пройс полагал, что проходить маршрут следует исключительно за счет своей техники и физических способностей, а не за счет механических приспособлений. Про свои восхождения Пройс говорил. Моей единственной искусственной точкой опоры был лейкопластырь у меня на пальцах. И то, я использовал его клейкой стороной внутрь. Впрочем, Пройса нельзя назвать фанатиком. Были случаи, когда во время восхождений он использовал старые чужие крючья и забивал свои. Пауль Пройс изобрел то, что сейчас называют фрисоло. Фрисоло – это восхождение без использования искусственных точек опоры, веревок и страховки. В прошлом видео я рассказывал о нашем современнике, американском альпинисте Алексе Хональде, который совершает восхождение в стиле фрисоло. Я снова рекомендую вам посмотреть одноименную оскароносную документалку о Хональде. За всю жизнь Пауль Пройс совершил более 1200 восхождений, 300 из которых он провел соло и 150 из которых были первопрохождениями. Как вы помните, Пауль Пройс был евреем. Поэтому после смерти его имя было вычеркнуто из истории немецкого и австрийского альпинизма. Спасибо председателю австрийского альпийского клуба Эдуарду Пихлю. Труг Пауля Пройса Тита Пиас, о котором я рассказывал в прошлом видео, в 30-х годах 20 века решил установить в итальянских альпах мемориал погибшему другу. За это Тита арестовали и посадили в тюрьму. Пауль Пройс погиб в 1913 году во время соло восхождения. По одной из версий, Пройс выронил перочинный ножик, потянулся за ним, сорвался, пролетел 300 метров и разбился о скалы. Его тело нашли неделю спустя. На момент гибели Паулю Пройсу было 27 лет. Райнхольд Месснер Райнхольд Месснер – мой любимый альпинист и мне очень приятно рассказывать вам о нем. Кстати, Месснер до сих пор жив, хотя у него на ногах осталось всего 4 пальца. Многие великие альпинисты родились и выросли рядом с горами и скалами. Пауль Пройс и Герман Буль в австрийских Альпах. Братья Абалаковы в Красноярске, недалеко от Красноярских столбов. Михаил Хиргиани в Сванетии на Кавказе, Денис Урубко в Алма-Ате, у подножья Тяньшаня и так далее. Райнхольд Месснер родился на севере Италии, рядом с доломитовыми альпами и свои первые восхождения совершил в детстве вместе с отцом. Когда Месснер не ходил в горы, он тренировал навыки скалолазания на стенах лесопилки рядом с домом. Хочешь быть сильным, выносливым и здоровым? Проще простого. Вот метод Райнхольда Месснера. Ежедневная четырехчасовая пробежка. Холодный душ по утрам. Один день в неделю питайся исключительно фруктами. Веди здоровый образ жизни. Где-то между первой сигаретой с кофе по утру и четырехсотом бокалом дряни из магазина за углом в три ночи, смотришь на себя и думаешь, это потрясающе. У Месснера были длинные волосы и соседи-крестьяне презрительно называли его хиппи. К 1969 году Месснер прошел большинство сложных маршрутов в Альпах. Многие из них в одиночку и свободным лазаньем. Райнхольд Месснер никогда не пользовался кислородными баллонами. В этом видео я не буду рассказывать обо всех восхождениях Месснера, упомяну только самые экстраординарные его достижения. В 1978 году он и его напарник Петр Хаббеллер стали первыми людьми, которые поднялись на Эверест без использования кислорода. Я делаю этот алпинизм, этот склайбинг в высоте высоте, потому что я знаю, что все моря в Хималайе, в Каракоруме, в Патагонии, они исследованы. И это не важно для человеческого мира, чтобы их исследовать. Перед восхождением Месснер и Хаббеллер договорились, если с одним из них что-то случится, второй не должен тратить силы на спасение товарища, а спасать себя. Тем не менее, на спуске с вершины Хаббеллер помог ослабевшему и ослепшему Месснеру дойти до базового лагеря. В 1980 году Месснер стал первым и единственным человеком, который поднялся на Эверест в одиночку в сезон муссонов без кислородных баллонов, крючев, веревки и рации. Во время этого восхождения Месснер провалился в ледовую трещину. Он дал себе слово, что если ему удастся вылезти из трещины, то он откажется от попытки соловосхождения. Тем не менее, когда он выбрался, он продолжил подъем. Для финального рывка на вершину Месснер взял с собой только ледоруб и фотоаппарат, оставив все вещи в палатке. В книге «Хрустальный горизонт», кстати, рекомендую к прочтению, Месснер так написал об этом участке маршрута. «Я жалею, что со мной нет рюкзака моего верного друга. Мне не достает его. В течение двух предыдущих дней он был моим собеседником, вдохновлял меня, вел вперед, когда силы полностью покидали. Теперь я разговариваю с ледорубом, однако в этом предмете я не чувствую друга». В 1986 году Райнхольд Месснер стал первым в истории человеком, который совершил восхождение на все 14 восьмитысячников планеты. На 6 из них Месснер взошел по новым маршрутам, и на 2 из них – соло. Для того, чтобы взойти на все 14 высочайших вершин планеты, Месснеру потребовалось 25 попыток. 11 раз, когда риск был слишком велик, Райнхольд Месснер отступал и отказывался от восхождения. А еще Райнхольд Месснер утверждает, что дважды видел Йети. Евгений Завьялов Евгений Завьялов родился в Ленинграде. Его отец был репрессирован и погиб в Северных морях, а мать была тренером парусного спорта. Сам Завьялов был мастером спорта по боксу. В начале 70-х годов он совершил восхождение на высочайшие вершины Советского Союза и Памира – пик коммунизма, пик Ленина и пик Кроженевской. Все три вершины сейчас находятся в Таджикистане. В конце июля 1978 года Евгений Завьялов решил подняться на пик Победы – высочайшую вершину Тяньшаня и Киргизии. Но по этой горе проходила государственная граница СССР и Китая, отношения с которым были напряженные. Поэтому восхождения на пик Победы были запрещены, и подходы к горе охранялись пограничниками. Евгений Завьялов решил обойти погранзаставы. Когда над восходителем пролетал вертолет пограничников, Завьялов прятался под камнями и в ледовых трещинах. В начале путешествия рюкзак Завьялова весил 53 килограмма. За все время восхождения только два дня была хорошая погода. 22 августа 1978 года Евгений Завьялов без рюкзака в одиночку поднялся на пик Победы. Там он нашел портрет Мао Цзэдуна и китайский вымпел, который он забрал с собой в качестве доказательства того, что он был на вершине. Спустя 4 дня Завьялов спустился к погранзаставе. Он очень устал и похудел на 10 килограмм. Пограничники откормили Завьялова, сводили в баню, конфисковали портрет и вымпел. И взяли штраф 30 рублей. С тех пор больше никто не поднимался на пик Победы по маршруту Завьялова. К началу пути восхождения на эту гору сейчас обычно добираются на вертолете. Евгений Завьялов умер в Санкт-Петербурге в 2015 году. К сожалению, ему так и не удалось подняться на последний из пяти семитысячников Советского Союза, гору Хантенгри в Киргизии. Последнюю попытку восхождения на Хантенгри Евгений Завьялов предпринял за 10 лет до смерти, когда ему было 62 года. Как и всегда, он пошел на это восхождение в одиночку. Некоторые из героев моего видео совершали свои восхождения в одиночестве. Как это можно сделать? Можно пролезть скалу в стиле фрисоло, не используя страховку. Но тогда в случае срыва и падения вы можете заработать инвалидность или погибнуть. Сейчас я покажу, как организовать себе страховку при одиночном восхождении. Я нахожусь в Подмосковье, у меня здесь нету скал, поэтому роль скалы будет выполнять вот эта сосна. Итак, у меня есть бухта статической коломенской веревки, 50 метров. Лучше, конечно, использовать динамическую веревку, но во времена, когда Пауль Пройс и Райнхельд Местер совершали свои восхождения, динамической веревки еще не изобрели. Я беру мою веревку, засовываю бухту в эту сумку и выпускаю два конца этой веревки наружу. Один конец веревки я привязал к дереву узлом с тремя и штык в три оборота. Второй конец веревки я привязал к себе узлом йосемитский булинь. Он лучше развязывается, чем петля восьмерка, будучи затянутым. 50 метров веревки находятся сейчас у меня за спиной в рюкзаке. Также я привязал себя к этой веревке двумя репшнурами, двумя схватывающими узлами прусика. На двух карабинах у меня в силовой петле, моей индивидуальной страховочной системы. Можно, конечно, залезть и на одном прусике, но я параноик, поэтому я использую два. Мало ли, вдруг один порвется. Сейчас я покажу, как я буду совершать соло-подъем. Я преодолел какое-то расстояние от земли. Через какие-то промежутки я делаю себе промежуточные точки. Здесь они сделаны из станционных петель, которые обернуты вокруг сосны. Если бы я был на скале, моими промежуточными точками, искусственными точками опоры, были бы закладки или скальные крюки, гексы, эксцентрики, френды, что угодно. Обычно при лазании с нижней страховкой я пропускаю веревку через скользящий карабин. А здесь я пропускаю веревку через карабин узлом УИА, узлом Мунтера. Зачем это нужно? Затем, что если я сорвусь, на узле создастся трение. Мое падение будет не таким стремительным, как если бы веревка была просто перекинута через скользящий карабин. А также это нужно для того, чтобы веревка, когда я полезу сейчас вверх, не провисала под собственным весом и не мешала мне лезть. Когда я лезу, я выдаю веревку из бухты в моем рюкзаке и протравливаю эту веревку через два узла прусика. Сейчас существуют механические приспособления, но во времена Райнхольда Месснера их не было. Поэтому аутентичная технология 60-х. Что произойдет, если я сорвусь? Лезу и срываюсь. Видите, веревку немного протравила через узел УИА, а я прямо сейчас повис на двух узлах прусика. Когда 50 метров веревки у меня в рюкзаке заканчиваются, я делаю следующее. Я отвязываю тот конец веревки, который был привязан ко мне, привязываю ее к дереву, создаю надежную точку крепления веревки, прицепляюсь к этой веревке спусковым устройством, начинаю спускаться по веревке вниз по пути, разбирая промежуточные точки. Итак, я спустился до самого низа, снял все промежуточные точки. Теперь я поднимаюсь на жумаре. Когда я поднимусь, я выберу всю веревку, засуну ее в рюкзак и снова повторю весь этот список операций, которые я вам только что показал. Таким образом, когда вы поднимаетесь на скалу в одиночестве, вам нужно преодолевать каждую веревку три раза. Вверх, вниз и снова вверх. Субтитры создавал DimaTorzok